19 часов и 4 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько, это Финам.фм и ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Знаю, что многие сейчас из вас стоят в пробках, могу только посочувствовать. Посмотрел сейчас 9 баллов из 10 возможных. Надеюсь, что на отдельных направлениях все-таки удается хотя бы толкаться. Если не удается, если вы понимаете, что неизбежно проведете этот час в моей компании, то я хочу вас порадовать. У нас будет очень интересная тема до конца этого часа. Госзакупки против коррупции. Такое возможно. Вообще, смотрите, я смотрю на все происходящее, вот на эти все госзакупки. Это для меня такой аттракцион. Каждый день, ну через день можно что-то увидеть. То золотые кровати, то золотые унитазы. Я утрирую, да, то автомобили стоимостью кратно выше, нежели в среднем по рынку. Вот этой теме мы сегодня посвятим самое пристальное внимание. И я с удовольствием вам представлю мои гостей. Это Сергей Картаев, генеральный директор компании «Синапс МСК», председатель комитета по инновациям. Ох, у меня аж дрожь от этого слова, да? Национальная ассоциация институтов закупок. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Гайбестра, генеральный директор торгового портала «Фабрикант.ру», амбудсмен по государственным контрактам. Слово «амбудсмен» меня тоже так вот потряхивает. Сергей, добрый вечер. Ну, амбудсмен, добрый вечер. Да, я знаю значение этого слова, да? По закупкам даже правильнее. А, по закупкам, да. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Многоканальный телефон 651099,6, код «Москвы-495» и «финам.фм». Это, соответственно, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Одним словом, можете пользоваться всеми нашими средствами связи. Я также подключил и свой личный аккаунт в Твиттере. Туда тоже можно писать. Сергей, ну я вот на самом деле отношусь к госзакупкам вообще, к этому направлению, да, как к развлечению. Потому что повлиять ты не можешь на этот процесс. А вот понаблюдать, что, например, мужи государевые, в чем они нуждаются, да, крайне интересно. Ну, я не готов с вами согласиться, Юрий, именно с вами, относительно того, что повлиять на это нельзя. Потому что ваши программы, насколько я знаю, действительно достаточно серьезно влияют на очень многие процессы. И влияют по моим наблюдениям. Да, нас слушают в определенных кругах, слушают. То есть вы своим наблюдением влияете на процесс. Нет, я делюсь наблюдением. А мы смотрим, знаешь, у нас самое большое шоу, потому что мы наблюдаем за наблюдающим. А, вот так вот, да? Это же, ну, конечно, это же самое такое. Нет, ну вы мне вот объясните. На самом деле, вот что это такое? Что, госзакупки? Как они едят? С чем их едят? Да, я постоянно слышу, по-моему, от господина президента, третьего президента, я слышал о том, что из пяти триллионов, направляемых на госзакупки, один триллион разворовывается. У нас население не может представить себе миллион, а тут триллион, даже не миллиард. Давайте, Сергей, с вас тогда начнем. Что вы скажете? Хорошо это или плохо? Да. То, что разворовывается? Ну, очевидно просто. Ответ очевиден, да? То есть это плохо. Но, я могу сказать следующее, что мы, я думаю, с моей точки зрения, мы теряем больше не на самом воровстве в процессе госзакупок или размещения заказов, а на бесхозяйственности. То есть на отсутствие планирования, на отсутствие правильного подхода. Вот то, что сделали в свое время господа, построив вот эту систему, там, 94 закон, который называется, потому что это целая система, это не один закон, это целая система, подзаконные акты, это целая инфраструктура, в том числе информационная. Вот они, конечно, нанесли такой серьезный удар в целом, да, по всей системе управления в области размещения заказов, потому что, ну, принимать решение на основе цены, понятно, да, никто из нас с вами на основе цены решение не принимает. Цена один из факторов, безусловно, да, если мы строим дом, если мы... Это правда. Да, конечно. Я уже сейчас задумывался. Вот вы строите дом, вот представьте, вот вы строите, почему же мы с вами, покупая что-либо, да, оцениваем все факторы, а вдруг принимается закон, по которому, вот, цена это главный фактор, все остальное значение не имеют, и нам говорят, вы просто безграмотные заказчики, давайте-ка учитесь все правильно свое извещение делать. И тогда электронный аукцион всех победит, господин, господин Артемьев, так всем рассказывает. Вот, в конце концов, нет, конечно, путем всяких сложностей. То есть вы накатываете сейчас на фас, да? Да я... Они же были инициаторами этого закона. На самом деле, с моей точки зрения, это самое... Да нет, они как раз на вашем месте сидели. Да, я знаю, они рассказывали о том, как это хорошо, какой замечательный 94-й закон, а у меня... И какие все сволочи, кто-то пилирует его. Да, конечно, ну вот мы проверили, вы знаете, мы весной, вот, Национальная ассоциация институтов закупок проверила закупочную, все закупочные процедуры, где-то там за пару кварталов взяли, Федеральная антимонобольная служба. Почему-то получилось, что там 70% это... Все закупки проведены с барьерами по конкуренции, а в том числе с нарушением 94-го закона. То есть сами-то они живут в другой реальности. Это они всех заставляют жить по этому закону, а сами не умеют. Вот в чем основная проблема. Когда они хвалят 94-го, это же такое большое лукавство. Мы-то сами, типа, не прикасаем, и кто же нас проверит? Ну какая-то там наиск. Да что там наиск? Типа тенденциозная проверка. Никто не оспорил. Прошло полгода. Я в шоке. А я тоже. Вот мы все в шоке, но при этом при всем, сейчас особенно модно, и я в общем понимаю, это некоторым образом политкорректно так говорить, даже на уровне чиновников. Мы участвуем во всех группах сейчас переговорных, во всех процессах, в законотворческом процессе. Сейчас идет на смену 94-го новый проект закон, вернее он уже там первое ощущение даже прошел, Федеральная контрактная система. Кстати, Фаспортев, насколько я помню. Да нет, что вы, они настолько сильно лоббируют этот закон, настолько они молодцы, они на самом деле, ну на мой взгляд, одни из самых наиболее эффективных лоббистов в нашей стране, потому что они уже то, что было для них плохо, они уже отлоббировали, уже для них все хорошо. То есть они теперь будут контролировать больше, ну там это отдельная тема, она долгая такая по ФКС говорить. Давайте вот про 94-й закончим, ну такой ремарк. Сейчас политкорректно стало говорить, коллеги, 94-й замечательный закон, ну в свое время, вот он в свое время послужил очень неплохо, поэтому давайте вот мы его сейчас будем потихонечку менять федеральной контрактной системой, но в целом он замечательный. Я не политкорректный человек, к сожалению. Вот скажите, не политкорректно. Я считаю его отвратительным законом, который нанес огромный удар под дых всей нашей экономики, который просто построил абсолютно кривую систему размещения заказа, управления заказа, размещения заказа. То есть по сути дела всего жизнеобеспечения страны, вот все чиновники. Он породил огромное количество коррумпированных чиновников, он породил огромное количество мошеннических компаний, злоупотреблений на уровне, там шантажа в процессе закупок. Он породил огромное количество проблем, связанных с построением информационной системы, когда было создано это олигополе из пяти площадок, да, которые, ну вот все, знаешь, мы все стали в очередь в Сбербанк, да, потому что вот, да, вроде есть другой вариант, но мы все стоим в очередь в Сбербанк. Да, потому что есть некоторые вещи, которые, например, налоговые вычеты только через Сбербанк, я этого не понимаю, и не понимаю, где господин Артемьев, но это тема другого разговора. Вы знаете, сейчас была очень замечательная, замечательная статья в Эксперте, вот буквально вчера, по-моему, вышел новый Эксперт, замечательно, я рекомендую всем радиослушателям почитать этот журнал, где написана вот такая статья, есть ФАС против конкуренции, и там взяты такие конкретные эпизоды с конкретными примерами, как ФАС. Ну, вот всю свою деятельность, в общем. Я согласен, я читал эту статью. Ну, хорошую. Я читал эту статью, нет, хорошую жену. Это Сергей Габестер и Сергей Картаев. Я только сейчас понял, что у меня два Сергея в эфире, да. А вы согласны вот всем, что категорично же ваш коллега высказывался? Ну, наверное, относительно выводов я согласен, может быть, немножко у меня другая интерпретация, почему так происходит, в чем основная беда и основной вред и 94-го федерального закона, и вообще того направления, по которому развивается регулирование закупочной деятельности. Ну, ФАСа как регулятора, да. Ну, ФАСа как регулятора, и даже понятно, почему ФАС именно в этом направлении двигается. Вот по моему опыту, по опыту моей работы и на стороне заказчика, правда, с 94-го мне приходилось работать меньше, потому что я работал в крупной компании с госучастием, и это тоже отдельная тема, потому что эти компании сейчас тоже попадают под регулирование, которого раньше не было. Замечу, что эти компании переваривают за год порядка 7 триллионов рублей, поэтому это тоже тема такая очень интересная, так скажем. Но я сейчас немножко о другом. Значит, и опыт работы на стороне заказчика, и опыт работы на стороне подрядчика, потому что мне удалось поработать и в крупной энергостроительной компании, в крупном энергостроительном холдинге. Сейчас мы работаем с большим количеством разных компаний и заказчиков, и поставщиков, и подрядчиков. Так вот, то, что сделал 94-й ФСЗ, он совершенно дезориентировал всех, кто участвует в закупочной деятельности. По очень простой причине. 94-й концентрируется на правильности проведения процедуры. С этой точки зрения, если я закупил золотой унитаз самого высокого качества по очень хорошей рыночной цене, то я просто герой. А о том, для чего это делается... И почему он золотой? Зачем нужен золотой унитаз? Какой целевой эффект достигается благодаря этой закупке? Вообще говоря, ФАС не волнует. Его волнует процедура. Причем, даже если по плохой цене ты закупил, но с соблюдением процедуры все хорошо. Я, я, да, ну если даже по плохой цене, но с соблюдением процедуры. Но главное, что действительно мы ориентируемся не на то, а для чего происходит эта закупка, что вообще должна достичь компания или организация благодаря этой закупке, а на том, как она эту закупку проводит. Продолжим наш разговор сразу после краткого выпуска новостей. Сегодня тема программы «Реальное время. Госзакупки против коррупции. Такое возможно». Пишите на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция после новостей. Многоканальный телефон 65 10 99 6. 19.18. Это «Реальное время. Финам.фм». Меня зовут Юрий Пронько. И сегодня у нас, как мне представляется, крайне важная и крайне интересная тема. У нас, кстати, сегодня не политики в студии, а профессионалы, эксперты. «Госзакупки против коррупции. Такое возможно». Здесь Сергей Картаев и Сергей Габестра. Ваши письма на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Звонки на 65 10 99 6. Код Москвы 495. Сергей, я вот сейчас к господину Габестра обращаюсь. Но вот все-таки сакраментальный мой вопрос. Ну хорошо, они пролоббировали один закон. Пролоббируют сейчас, я так понимаю, второй закон. А, наверное, президент и премьера, может быть, даже отдельные деятели, такие как Алексей Навальный, будут публиковать страшные материалы. А президент, например, будет возмущаться, будет говорить, что триллионы пропадают. Я просто помню, как Медведев это произносил. Я не могу, к сожалению, так. Мне не хватает актерского мастерства. То есть разговоры о борьбе с коррупцией через вот эту процедуру, через процедуру госзакупки, это такая разводка для лохов, да? Вы знаете как? Вот как есть. Как есть. Так. Ну, во-первых, сама по себе вот эта вся система, она не предназначена для борьбы с коррупцией. Не предназначена? Нет, конечно. Она, потому что когда вы соблюдаете процедурку, как это было сказано Сергеем, то все остальное уже не имеет никакого значения. Купили вы что-то, не купили вы что-то. Это вот просто отдельная история. Поэтому коррупция сама по себе. Ну, о чем мы говорим? Вот вы, когда идете в магазин, возвращайтесь. Вот сейчас, Юр, можно? Вот я один. Вы идете в магазин. Вы же, когда вы покупаете, например, вот нечто в магазине, где угодно причем это, в магазине или там что-то, вы покупаете эффект. То есть вам сам по себе товар, да, он в общем не очень нужен. Вы покупаете эффект. Если вы голодны, вы покупаете продукты. Понимаете, да? Так, так, так. Если вам негде там условно жить, у вас есть деньги, чтобы купить новый дом, вы покупаете дом, но для того, чтобы жить. Вот вся система, которая была построена и сейчас построена, она не предназначена для покупки. Вот если это государственные закупки, не предназначены для покупки социальных эффектов. Она предназначена для закупки номенклатуры. Понимаете, да? Унитазов, кровати. Совершенно верно. Все. Значит, если это корпоративные закупки, не предназначены для закупки эффектов коммерческих, соответственно. Тут надо опять разделять, да? Вот сейчас у нас идет еще такое смешение. Это отдельная тема разговора. Да, да. Идет смешение типа госзакупки, закупки корпоративные там с участием государства. Все такое смешение. Это нельзя смешивать. Это вообще разные вещи. Там социальные эффекты, да? Здесь коммерческие эффекты. Да. Тут может быть... И что, ни там, ни там не достигают цели? Нет, ну подождите. Мы сейчас пока еще не разрушили с вами сектор коммерческий. То есть у нас все впереди. У нас это в плане. Сейчас мы разрушили с вами государственный сектор закупок. Да. Все вот просто вот работает вот, на мой взгляд, ну страшно, потому что мы все покупаем номенклатуру, а не эффекты. Сейчас, правда, вот пытается, ну, Министерство экономического развития пытается там вот как-то это все в новом законе федеральной контрактной системы там предусмотреть. Ну, это же невозможно. Это господин Белоусов, да? Ну, господин Белоусов, да. Ну, в целом, я очень надеюсь, кстати, на депутатов во втором чтении, потому что... На кого вы надеетесь? На депутатов, вот честно. Я правда надеюсь на депутатов во втором чтении, перед поправками во втором чтении. Потому что вот в силу того, что господин Белоусов с командой пришли только вот этой весной, понимаете, да, господин Артемьев с командой там сидел долго уже, то понятно, что вот компромиссов очень много. И то, что сейчас пойдет во второе чтение, я думаю, что это дитя компромиссов. А дитя компромиссов еще иногда опаснее, чем, в общем... — Слушайте, я хочу понять, главное, для чего эти все закупки делаются? Вот вы же сказали, да, значит, здесь социальный эффект, то есть поменьше денег же надо затратить, нет? — В том числе, но иногда может быть побольше, чтобы получить эффект, чтобы работало дольше. — Корпоративные закупки — это коммерческий эффект, да? Минимизация затрат, я вот так вот понимаю, нет? — В том числе, но вы же покупаете, когда вы покупаете, например, вот ноутбук, вы же смотрите, чтобы он у вас через неделю не сломался, правильно? — Чтобы объем памяти в нем был соответствующий. А цена при этом, да, уже так вот имеет относительное значение. И вы хотите, чтобы он у вас поработал пару лет до того, как эта модель устареет и вообще эта вся тема устареет. А когда вы покупаете ноутбук, и вам главное отчитаться, что вот он есть сейчас, куплен за меньшую цену, понимаете? — А то, что завтра он не будет работать по барабану. — А то, что завтра он никого не интересует, потому что его будут обслуживать за другой, это будет другое размещение заказа. — Ну, в некотором смысле даже выгодно, да, такую продукцию, которая либо будет вообще выходить из строя для того, чтобы можно было еще закупить такую же продукцию, либо... — А это не уголовное дело? — Нет, а кто же... — Ну, с точки зрения 94-го федерального закона... — Нет. — Все реально, все обосновано. — То есть если я куплю, вот как было предложено, там компьютер, да, по процедуре вот, цена хорошая, все, но завтра он сломается, я могу подавать новую заявку на госзакупки? — Да, конечно, конечно. — Вот в чем основная... — Я меняю свою профессию, ухожу отсюда и иду в госслужбу, да. — Понимаете, в чем проблема? 94-й закон, он вытолкнул оттуда практически из отрасли, выталкивал на протяжении последних трех лет всех добросовестных менеджеров. Всех эффективных и добросовестных. — Ориентированных на смысл и на результат действий. — Понимаете, да? И вот в чем основная проблема этого акта государственного, да, вот, закона? Это в том, что добросовестным там невозможно работать. У тебя просто... — А власть об этом знает? — Ну а кто? Конечно. — Ну конечно. — Ну не, ну позвольте мне романтический вопрос задавать. — Именно поэтому и президент, и премьер приняли решение в том году, что 94-й закон экспериментов со страной хватит. Теперь давайте попробуем внедрить федеральную контрактную систему. Мы посмотрели, изучили опыт иностранный, американский. Изучили европейский опыт, да. И теперь вот мы внедряем. Основная проблема в том, что у нас антимонопольный орган занимается, по сути дела, контролем государственных закупок. Такого нет нигде в мире, кроме... — А кто контролирует? Везде. — А везде это отдельные органы. Отдельные, которые на этом специализируются. Понимаете, да? Это могут быть в рамках Министерства экономического развития какие-то... — Счетная палата может этим заниматься. — Министерство, там, при правительстве могут быть отдельные комитеты. Но нигде не ФАС, нигде не антимонопольный орган. — Ну, опять же, если говорить о том же самом смысле и о сути деятельности, да. Вроде бы федеральная антимонопольная служба должна заниматься вопросами, связанными с ограничением беспредела монополий, с развития конкуренции и так далее. Здесь речь идет о контроле закупочных процедур. Каким образом это связано с ограничением конкуренции или... — С ее развитием. — Да, или с ее развитием. Только очень косвенно. Конечно, все со всем связано, но здесь очень косвенно. Но я бы хотел еще на один момент обратить внимание. Во-первых, я, конечно, не так категорично, как Сергей, и не так пессимистично смотрю на ситуацию. Я не взялся бы утверждать, что всех добросовестных менеджеров... — Уже выкнули оттуда, да. — Да. Другое дело, что им приходится работать не благодаря этой системе, а вопреки этой системе. Это действительно так, но тем не менее, все равно эффективные менеджеры и в этой сфере тоже сохраняются. И именно на них, мне кажется, и стоит опираться, их стоит искать. Я бы хотел еще на один момент обратить внимание. Кто заинтересован в сохранении коррупционной схемы в рамках госзаказа? Ну, понятно, обычно говорят о том, что это заказчик, чиновники и так далее. Но я достаточно... — Так как ГОП-компания. — Да. Но я достаточно хорошо знаю поставщиков и подрядчиков. И вот тут возникает еще один очень интересный эффект. Очень многие на сегодняшний день живут по формуле, которая пришла еще из прошлой цивилизации. Там из цивилизации РОС тех самых. Распил, откат, занос, да. — Так еще раз? Аббревиатура? — РОЗ. — РОЗ, да? — Распил, откат, занос. Нет, не слышали? Да, вот такая была эпоха РОС, которая пришла к нам из 90-х. И многие в этой логике... — Я как-то стараюсь общаться в этом зоне закона находиться, да. — Живут, живут. Формула там очень простая. Что значит победой? Это качество продукции, помноженное на размер отката. Чем больше откат, тем хуже может быть продукция и наоборот. И замечу, что для многих это очень удобная формула. Потому что если я говорю, все куплено, для того, чтобы получить заказ, мне нужно только найти нужного человека, у меня нет стимула совершенствовать свою продукцию. Поэтому гораздо проще иногда списать свою неэффективность, как представителя бизнеса, да, на то, что вот такая система, я не могу через нее прорваться. На сегодняшний день, слава богу, больше компаний начинают работать в другой логике, жить по другой формуле. Потому что на сегодняшний день более эффективной оказывается формула, где победа, это сумма, лучшее предложение, плюс качественные отношения с заказчиком. Вот качественные отношения, это серьезная вещь. Это не откаты, это не злокачественные отношения, а это именно качественные. Они действительно должны быть. Но замечу, что та же самая система госзаказа рассматривает большинство контактов между заказчиком и поставщиком-подрядчиком, как, ну вот, подозрительное что-то. Видимо, они договариваются. А если ты ищешь вора, то, конечно, ты его найдешь. Это примерно то же самое, что вы пришли в магазин выбирать инструмент. Понимаете, да? Вот у вас есть инструмент, в магазине лежит. И вы не имеете права обратиться к супервайзеру или к продавцу, чтобы он вам объяснил разницу между одним и другим. Не имею. Не имеете. И это было в одной из редакций. Потом это, конечно, уже отменили. Это же глупо. Потому что это глупо. Совершенно верно. Но вы не имели права общаться ни с каким поставщиком. А это мы говорим с вами про абсолютный такой номенклатуру, понятную, инструмент. А если вы покупаете, не знаю, котел, а если вы покупаете, опять же, дом, а если вы хотите построить что-то, понимаете, да? И вот это все было. Мы в этом абсурде с вами живем уже там вот скоро три года. При том, что сам по себе, вот знаете, я могу сказать, при том, что сам по себе 94 закон, когда он задумывался, он, безусловно, нес очень много разумного, но просто выхолостили все, заточили все исключительно под процедуру и под контроль. А умысел-то в чем, Сергей? А контрольный орган, он же самый главный становится. Ну, то есть вы обвиняете Артемьева и Фас, потому что они нечисты на руку? Нет, сейчас скажешь что-нибудь в ВВФ-вере, понимаешь? Так вот не дай бог. Ну, я могу сказать, на самом деле, в чем здесь проблема и почему все-таки, в чем сложность, да? Отлично. Сергей, простите, мы сохраним интригу буквально на полторы минуты, пока идут новости, и затем узнаем, так все-таки Артемьев и Фас нечисты на руку? Или, или, вот об этом после новостей. Реальное время Финам.фм, 19 часов и 31 минута в российской столице. Здесь Сергей Картаев и Сергей Габестро говорим о госзакупках, которые вроде как против коррупции. Такое возможно в этой чудесной стране под названием Россия. И да или нет, ваши письма на финам.фм, там же идет и прямая веб-трансляция. И 65 10 99 6, код Москвы 495, наш многоканальный телефон для ваших звонков. Сергей Картаев нас интригующе, а я его остановил перед новостями. Итак, Фас, господин Артемьев, и чистоплотность наших государственных мужей. Ну, я не стал бы говорить о нечистоплотности. Это требует серьезных, серьезной аналитики, так скажем. Но я могу сказать следующее. И я думаю, что с этим согласятся и большинство слушателей. Слушатели, если я отвечаю за контроль и оценка моей работы по эффективности моего контроля, то вообще говоря, мне проще контролировать то, что просто контролировать. Вот процедуру, которая прописана, делай раз, два, три, четыре, контролировать достаточно просто. То, что жизнь всегда богаче любой схемы, Это не учитывается. Поэтому мы специально упрощаем жизнь, делаем ее примитивной, и таким образом мы не даем возможности проводить какие-то серьезные, сложные закупки, ориентированные действительно на достижение целевых эффектов, а вот все-таки добросовестные менеджеры существуют, и им приходится находить, вопреки этой системе, какие-то механизмы, которые позволили бы получить нужный целевой эффект. Более того, я могу сказать, что подрядчики на сегодняшний день, они вынуждены работать в тех условиях, в которые их ставят, и они не могут максимально эффективно отработать на заказчика. Вот очень простая арифметика даже, не математика. Вы понимаете, что знает представитель заказчика о возможностях удовлетворить свою потребность через закупку продукции? Ну, только то, что знает. Ну, вот он один. На одного заказчика сколько приходится подрядчиков? Как, по-вашему, кто лучше знает, какие возможности есть на рынке? Конечно, подрядчик. Конечно, поставщик. Федеральная антимонопольная служба. Ну, ему... Действительно заметил Сергей Габин. Но у него нет возможности донести это до... Можно вернуться к интриге. Вот я вам несколько... Я знаю много фактов. Вы сейчас скажете, что нечисты на руку. Много фактов знаю. Я сразу попрошу службу информации поставить гриф эксклюзив. Много фактов знаю. Я приведу несколько, можно? Вот те, которые я могу привести. Значит, скажите, пожалуйста, почему 40% всех решений Федеральной антимонопольной службы в области государственного заказа отменяется судами? 40%? 40%. Почему? Ну, потому что они незаконные. Почему 40% незаконных решений Федеральной антимонопольной службы? У вас есть ответ на этот вопрос? Нет. Как вы думаете, вот они как-то сами... Я не думаю... Я задаю вопросы. В силу некомпетенции, как вы думаете, а я вам могу сказать, что сотрудники Федеральной антимонопольной службы высококомпетентные профессионалы, сильнейшие лоббисты в отрасли. Так. И они лоббируют незаконные решения? Я... Еще раз. Это факт. Вот факт. Не, ну почему вы произнесете это? Ну, это на самом деле так же получается. Они не лоббируют... Они принимают незаконные решения. Которые затем опротестовываются через суды. Которые отменяются судами. Да. Почему? Вопрос. Вот отвечайте. Они не чисты на руки. Вы отвечайте. Вы ведущий. Но вы сказали до этого, что они высокие профессионалы. Конечно. По лоббизму. И я абсолютно... По всему. Они знают тех же, чем кто-либо. Жаль, что в России нет закона о лоббизме. Почему они принимают решения, диаметрально противоположные друг другу, по одним и тем же сходным предметам? Один раз вот в эту сторону, а один раз вот в эту. Один раз в сторону заказчика, один раз в сторону подрядчика. Ничем не отличающиеся решения. Таких примеров масса. Они заблуждаются? Я еще раз подчеркиваю. Они высокие профессионалы в отрасли. Самые лучшие. Вы можете предположить, что там какие-то есть мотивации? Вы сами ответили на этот вопрос. Нет, я просто предполагаю. Понимаете, я не боюсь, как вы. Я тоже не боюсь, как я. Он все время отвечает на эти вопросы, да, в конце концов. Это же действительно есть проблема. Которые на самом деле, у него есть, на мой взгляд, очень сложности. Вот у него все время он говорит о цифрах и о фактах, которых нет. Вот мы их проверяем, например, услышали какие-то факты. Ну, например. Ну, например, он говорит о том, что у него 90% решений в судах устояли. А высший арбитражный суд говорит о том, что всего 60%. Понимаете, да? Это вот факты. Поэтому он снова сюда придет. Подождите, Сергей, вы его на лжи фактически ловите. Конечно, все время. Это же ложь. На протяжении долгого времени. То есть у меня такое хобби. Ловить Игоря Юрьевича на лжи. Интересное хобби, да. Как вы ходите из этой ситуации? Ну, на мой взгляд, менять этого министра. Или есть другие пути. На мой взгляд, есть более рациональные пути. Потому что министра вроде президент оставил. Это не моя компетенция, безусловно. Вот. А есть рациональные пути идти и использовать международный опыт. А международный опыт говорит, что федеральная антимонопольная служба не должна заниматься государственными закупками. Тоже один из вариантов. Очень понятный и рациональный. Еще. Вот чтобы усовершенствовать механизм. Я хочу понимать, я не романтик, который идеализирует. Я понимаю, что откаты, процессы, как вот вы, Сергей, сказали, вот эти розы, да. Эти розы, они были есть. Эпоха роз, да. Она была есть и будет всегда, но... Нет, нет, я не сказал, что она есть и будет всегда. Да, это я дополняю. Она была, она есть, но я не... Ну, я могу сказать. Хотите откровенно? Сейчас количество добросовестных в целом вот сейчас начинает расти. А что так? А в корпоративном секторе тоже самое. Ведь мы, например, фабрикантру, да, мы сделали его очень давно и перед кризисом еще и в шестом, и в седьмом, и в восьмом году мы приходили к разным собственникам крупных компаний, в том числе к государственным. Тогда еще мы могли работать на рынке. Тогда еще господин Артемьев не отрезал корпоративный сектор отдельно от государственного и не создал олигополию из пяти. Тогда мы все работали на рынке. По сорок первой статье... И как с собой сегодня господин Артемьев? Нет, он замечательный человек, вот, все хорошо. И тогда мы работали и приходили к тем, кто хотел работать и проводить конкурентные процедуры, реально прозрачные и конкурентные, тот это и делал. Не было никакой обязаловки, понимаете? А потом произошло, что произошло, вот, соответственно, в 2009 году. В 2009 году произошло первое, там, принято постановление правительства, три площадки и некая обязаловка. И по этой обязаловке на эти три площадки пришли все те, кого загоняют. Ну, поверьте, у нас очень талантливые и умные люди в России. Верю. И если вы не установили принцип, который трудно обойти, а установили некую процедуру, которую надо соблюсти, то, уж поверьте, процедуру соблюдут. Будут соблюдать. Да, понимаете, да, процедуру будут соблюдать. А мы с добросовестными-то работали на протяжении, и в корпоративном секторе мы сейчас такая, такой же есть риск. Мы работаем с добросовестными, которые хотят правильно проводить процедуру. Это же из этой серии электронные торги, да, корпоративные? Ну, конечно. Из этой серии. Вот буквально на прошлой неделе я общался с несколькими людьми на очень таком серьезном форуме, который, кстати, эксперт проводил. Мы проводили там как раз площадку. И вот, понимаете, там очень интересный момент всплыл, да, что собственники, сейчас не о госзакупках, а о корпоративных, да, собственники и топ-менеджеры находятся в разных рисовых категориях раз, и у них есть конфликт интересов. Безусловно, конечно. Я чуть не упал с кресла, на котором сидел, я ввел эту панель, да, и я понял, что это действительно так, и это возникло не вчера и не позавчера, и, кстати, не только в России, но это и везде, да. Казалось бы, собственник, который является собственником, почувствуете красоту и силу этого слова, да, находится в определенной степени, в заложниках. Более того, у меня есть тезис, с которым согласны все. Вообще вся система снабжения, это, по сути, за редким исключением, аутсорсинг. Независимо от того, платишь ты зарплату или не платишь ты зарплату. Это аутсорсинг, независимость. Я понимаю, да. Потому что у менеджера, в корпорации или это, в государственном учреждении, не важно, не принципиально, принцип остается, это аутсорсинг. Ты зависим от профессионализма этих людей, зависим от того, смогут ли они обеспечить твои производства необходимой продукцией. И у тебя зачастую с ними, если ты не формализовал отношения, чтобы замотивировать эту группу специалистов работать на компанию честно, а это серьезные деньги. Поверьте, вот сейчас, например, если брать, у меня есть примеры просто, да, когда я вижу, как сегодня меняется психология собственника, когда он уже начинает платить миллионы этой группе, понимая, что это аутсорсинг. И никакими средствами безопасности ничего он не добьется. Потому что это очень тонкие компетенции. Эти люди очень умные и большие профессионалы. И если вы их честно не мотивируете, и они не будут честно на вас работать. Деньги. Я правильно понимаю? Деньги? Да, конечно. Ничего же другого нет. Деньги и мораль. Не, религия, деньги. А, религия, деньги. Религия, деньги. Ну, может быть еще, да, могут быть еще какие-то иные нематериальные стимулы. Смотрите, за это могут посадить. Сейчас же там у нас уголовный кодекс поправки пытаются внести. За это за что? За вот нематериальные стимулы и мотивацию. Ну, вы знаете, я вам могу сказать... Я когда читал этот феерический законопроект, у меня волосы шевелились буквально в смысле. Нет, это совершенно точно. Это действительно работает. Может быть, это не так распространено. Но могу сказать, у меня была сотрудница, с которой мы начинали там выстраивать систему закупок в одной из электроэнергетических компаний. Она работала со мной с 2002 года, очень грамотная сотрудница, когда появилась возможность ей пойти на повышение, но в другом подразделении. Она спросила, а вы, Сергей Джарашевич, вы недовольны моей работой? Почему вы хотите от меня избавиться? И работала она долго и добросовестно до того момента, пока я не ушел из компании. И выяснилось следующее. Ей нужно было, чтобы ее работа оценивалась как важная. Вот важность того, что ты делаешь, для многих действительно является материальным стимулом. Я сейчас там не говорю об учителях. Среди них таких много. Нет, много людей с моральными ценностями. Да, это совершенно точно. Но в отрасли мало. Ну, я про другое хотел бы немножко сказать. Может быть, возвращаясь к ответу на ваш вопрос. Почему добросовестных становится больше? А вы знаете, сейчас становится невыгодно быть недобросовестным поставщиком. И здесь тоже очень простая арифметика. Это вот как бы обратная сторона разрушения системы и наращивания вот той самой коррупционной составляющей. Просто если я сейчас делаю ставку на вот такую коррупционную схему, я должен иметь в виду, что мой конкурент тоже может сделать ставку на эту же, и мы начнем с ним конкурировать, помимо чисто экономических нормальных... И коррупция взлетает просто до небес. И очень простой вариант. Отдельный тендер на коррупционный откат. Я не шучу. Кто больше даст? Влезать от обратного. Да, если доводить это до логического завершения, то ровно так и есть. То есть ты конкурируешь, во-первых, за размер отката, за возможность вообще его предоставить, да? Причем замечу, что ведь много разных людей на сегодняшний день принимают... Какая прелесть! Слушайте, вообще ужасно! А что противопоставить? Я вам анекдот сейчас расскажу. Прекрасный анекдот. Там судебное заседание, сидит судья. Истец, ваше слово, 50 тысяч. Ответчик, ваше слово, 100 тысяч. Суд удаляется на совещание. Возвращается. Суд постановил вернуть ответчику 50 тысяч и рассматривать по закону. Это ужас. Это просто ужас. Так что, коллеги... Ну вот смотрите, выход-то на самом деле есть. Я же ведь не случайно стал говорить о том, что это сейчас экономически неэффективно. А сейчас реально, если ты начинаешь серьезно работать на победу, если ты действительно готовишь лучшее предложение, если ты выстраиваешь качественные отношения с заказчиком, то у тебя есть все шансы на победу. Арифметика простая. У тебя просто экономика лучше. Тебе не нужно... Ну и что? Ну и пусть тогда ФАС будет рядом. Если это уже ростки пробили себе... Так они в корпоративном секторе пробили. В корпоративном сейчас ФАС прижел в корпоративный. А на госзакупках надо проводить тендер на откаты? А на госзакупках нужно поймите... И на госзакупках это работает. Тоже работает. Тоже работает. И при этом, при всем, до сих пор мы, заказчики добросовестные, например, не можем проводить любую из этих видов процедур в электронной форме. Почему сразу после краткого выпуска новостей. 19.48, реальное время, Финам.фм. Здесь у нас в гостях Сергей Картаев и Сергей Габестром. Госзакупки против коррупции такое возможно. Да или нет. Это 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Это наше средство коммуникации. На портале идет прямая веб-трансляция. Звоните, пишите. Вот это оставшееся время мы проведем в интерактивном режиме. Но Сергей прежде закончит свою фразу. Я уже забыл, что я вам сказал. Я единственное, что отвечая на ваш вопрос, все-таки возможно или невозможно. Ну, конечно, возможно. Но если подходить рационально к построению, не проводить никаких экспериментов. Нет, невозможно. Надо просто, ну, смотрите, ну, нужно культуру, культуру нужно растить. Понимаете? Ни контроль, ни вот... Понятно, что может быть... Сергей, не воруют здесь сейчас. Культуру выпистовывать будем десятилетиями. Ну, подождите. Вот на фабриканте сейчас там, да, там 90 тысяч участников. У нас там тысячи покупателей, которые пришли туда сами. Никто их не загонял. Они максимально, да, тот самый конфликт есть. Собственник иногда поручает, да, в том числе менеджменту. Да, идти и проводить конкурентные закупки. Ну, эффективность высока. Вот сейчас туда придут по 223-му закону еще огромные там тысячи покупателей, которых туда загоняют. И они это будут делать, ну, для галочки. 400 тысяч, если конкретно. Я не буду называть компанию, да, и собственника, человек, которого я лично знаю, человек, которого многие знают по медийным пространствам, это один из крупнейших российских бизнесменов, как еще их называют, олигархи, да, так он в своей, одной из своих компаний просто вышвырнул на улицу весь топ-менеджмент. Вот в буквальном смысле. Это было громкое дело. Но это было давно. Это было давно. Да, я знаю эту историю. Но это было показательно. Это было, знаете, как, на основании чего он принял решение? Он приехал на совещание и посмотрел на парк машин. А. Просто парк машин, которые приехали, его топ-менеджменты. Но смотрите, тогда господину Путину надо просто проезжать все министерства и ведомства и вышвыривать вот просто пачками. Но он же говорит, ему не с кем будет работать. Да, это правда. Ему не с кем будет работать. Ему будет не с кем работать. Но возвращаясь к тому, что сейчас все-таки вот есть в корпоративном секторе, да, желание у многих менеджеров быть эффективными. Есть понимание у многих собственников, что надо перестраивать систему, отношения между им собственником и менеджером, который обеспечивает жизнедеятельность компании, холдинга и так далее. Да, у которого в руках бюджеты большие. Надо их мотивировать правильно, да, подбирать этих людей. Надо работать с людьми. Да, здесь это все меняется. Сейчас у нас, сейчас получается ситуация. Сейчас, смотрите, мы этим контролем, который в том числе есть риски по 223 закону, да, ведь там же, опять же, федеральная антимонопольная служба пока по закону, поэтому, да, контролирует исполнение этого закона. И сейчас, например, вот рассматривается правительством конкретную вот вещь, да, постановление правительства по реестру недобросовестных поставщиков. И вот я вот с ужасом наблюдаю эту картину. С ужасом. Ну, потому что правительство сейчас под давлением, опять же, федеральной антимонопольной службы выпустит постановление, в котором любая компания в случае, там, определенных взаимоотношений с поставщиком обязана будет его подавать в реестр недобросовестно. Представьте, 400 тысяч компаний с государственным участием. Ты... 400? Ну, типа, говорят так, разные цифры. Говорят одна, 400 тысяч компаний с государственным участием. Ну, это начиная от госкорпораций, заканчивая мупами и автономными учреждениями. Мама дорогая. Вот какая-то компания, какая-то компания, да, не смогла, может, не справилась или еще что-то. Слушайте, я прошу прощения, после этого вот Путин и Иванов и Иши с ними вот еще будут мне говорить, что они госкапитализм не построят? Как, бога бы, побоялись. 400 тысяч компаний, либо государственных, либо аффилированных за государство. Это где более 50% участия. А также их дочки и внучки. Это где более 50%. Вот очень сложно, как говорят в таких случаях, выпасть из зоны русского литературного языка. Возвращаемся к реестру недобросовестных. Я понимаю, что это узкая специальная вещь. Ну, представьте, а у одной компании, это же очевидно, есть поставщик, и он добросовестный. Попробовал работать с другой, не получилось, его поставили в реестр, и он не имеет права работать ни с кем. И вот это постановление сейчас выйдет, например. Потому что вот все сидят, федеральная антимонопольная служба рассказывает о том, что это так вот по закону, понимаете, да? Там есть разное мнение, и все начинают потихонечку их поддерживать. Почему-то это ужас, ужас, понимаете, да? И вот это все так происходит у нас. Не, ну, будем надеяться. На наших с вами глазах. Может быть, ума хватит, кабинет у министров Медведева это не подписывать? Ну, может быть, есть. Ну, я бы не стал просто надеяться. Вот мы в основном сейчас говорили о том, кто виноват. Да, кстати, это правильно, лучше антитезу надо предлагать. И вы говорили о том, что, а вот что же надо сделать? Возникает еще вопрос, а кому надо сделать? Поэтому я бы вот к этому на самом деле еще обратился. Если говорить о средствах массовой информации, то можно доводить некоторые алгоритмы, некоторые подходы к решению этих проблем. Но если говорить о поставщиках, то нужно просто перестроиться внутри себя. И те деньги, которые вы раньше планировали, на то, чтобы купить победу, лучше потратьте на выстраивание нормальной, разумной системы управления продажами через конкурентные торги. Если есть система закупок на стороне заказчика, значит, на стороне подрядчика должна быть разумная система продаж через конкурентные торги. Кто на это тратится? Не очень многие пока. Но потихоньку, да, потихоньку количество становится... Вот весь РОСА там на фабриканте закупается, да, там ОСК, огромный. Я говорю еще раз, там тысячи компаний закупаются на фабриканте сейчас. Я не люблю госкорпорации, сразу говорю. Так там, нет, там частные компании закупаются. Частные компании, там половина частных компаний, которые закупаются. Значит, и используют разные виды процедур. Я вам могу сказать, вот сейчас даже тот опыт, все-таки хочу на позитивной ноте заканчивать сегодня. Нет, мы сейчас еще будем слушать слушать. А еще послушать, да, давай, послушать, на позитивной ноте хочу. Потому что сейчас вот есть диалог, безусловно. То есть когда работал господин Артемьев, выпуская 94-й закон, ни с кем никакого диалога не было. Ни с общественными объединениями, ни с экспертами, ни с кем. Вот сейчас есть диалог, сейчас все-таки и Министерство экономического развития, да и в общем ФАС в том числе. Кстати, вот о Белоусове я второй раз слышал очень хорошее отзывы. Пытаются, пытаются, пытаются вести диалог с экспертами, понимать все мнения. И в общем сейчас этот процесс немножко двинулся. Конечно, сложно, конечно, скрипит эта телега, да. Потому что не все так просто чиновникам, ну как, что там, эксперты, знаешь, вот один раз... Такие вообще, да. Но есть дело... И в рамках этого диалога, вот смотрите, то, что сейчас происходит, например, ну мы же отстояли позицию, что единый сайт, на котором должна размещаться вся информация по 223-му закону, от этих самых 400 тысяч компаний о своих закупках, да, все-таки это будет, ну, некий центр, да, и база данных, которой смогут шлюзоваться вот эти все внешние системы размещения заказа, да, например, площадка. И этот процесс сейчас идет. И более того, значит, мы в принципе говорим, в том числе там чиновникам, коллеге, ведь если мы используем автоматические средства сегодняшние, современные, для того, чтобы синтегрироваться с заказчиком, с его системой управления закупками, то тогда мы можем достичь вообще бесшовного варианта, когда заказчик в своей системе управления закупками создал извещение, а оно автоматически разместилось на сайте. И это нас слышат, раньше не слышали вообще, понимаете, а сейчас-то слышат. Во всяком случае, есть надежда, что мы так реализуем все. Я замечу, что не только Минэкон развития и счетная палата в этом процессе казначейства, что меня особенно, честно скажу, удивило и порадовало. На одном из круглых столов присутствовал представитель прокуратуры, и выяснилось, что вообще-то они ведь тоже за те же результаты, и даже за те же методы, о которых говорит экспертное сообщество. То есть вот конфликта нет. Нет возможности пока почему-то вот выстроить абсолютно конструктивный диалог. Ну, видимо, нет просто опыта. Истории нет. Нет, но в этом все идет. Вы же понимаете, что там есть интересы. Это не так все просто. Слава Богу, что появились уже. Теперь очень коротко сейчас пробежимся по письмам и звонки на 65 10 99 6 финам.фм. Никита пишет, в тему золотых унитазов в Ханты-Мансийском автономном округе закупили пару кусачек за 347 500 рублей. 347 000 за какие-то кусачки, так что цена не играет роли. Здесь вот смотрится. Вот я говорю, мне сегодня очень сложно остаться в зоне русского литературного. Вы знаете, ну тут тоже так, вот это, конечно, звучит весело, но на самом деле разные бывают кусачки, в том числе бывают кусачки как серьезные такие. Ну да, то есть это же не наши бытовые, я надеюсь, за 347 000. Понимаете, да, поэтому это если не кусачки для ногтей купили за 347 000, да, вот для заусенец, а все-таки какой-то инструмент, то теоретически можно себе такое представить. Но звучит забавно. Допустить, да. А вот мне совсем не забавно. Значит, Глеб пишет, тендер на площадке Сбера выиграла компания, которая ушла вниз от стартовой цены на 46%, а ведь есть смета. Как думаете, из каких материалов, какими специалистами и какого качества объекта они построят? Нет, они сейчас пойдут продавать этот контракт, это известный бизнес, который был построен. Да, да, да. Но я бы сказал, что это не всегда так. Ну не всегда, да. То есть относиться к таким вещам надо серьезно. По-разному, надо разбираться. Да, 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 да. Я могу сказать, в какой ситуации, ну, это может быть действительно оправданно. Ну хотя, согласитесь, Сергей, и второй Сергей прав, что, а дальше может быть продажа просто этого. Может быть, может быть. Мы знаем таких морей. Это отдельный бизнес, да. Но надо серьезно относиться к каждому случаю и не просто так вот сразу видеть везде. Нет, мы видели, Юра, мы видели с вами, вот поверьте, на фабриканте в том числе, мы видели огромное количество дисконтных процедур, когда падает цена, падает на 50% особенно, да, там и так далее. Мы это все видели, это реальные процедуры, реальные. И там не цена главная, там вполне вероятно это объективная ситуация. Просто, а, стартовая цена была изначально неправильно посчитана. Б, предыдущий контракт был по этой цене отработан, и там сидел шкурняк. Понимаете, да, вот все это нормально. Кто там сидел? Шкурняк. Моржа, вот неэффективная вот эта самая. Нет, может быть, все гораздо проще. Вот и понятно с экономической точки зрения. Если я не беру контракт... Я после сегодняшней программы еще профессионализм, я теперь буду пользоваться вашими, да? Шкурняк в контракте. Ну, смотрите, если у меня нет контракта, у меня все равно сохраняются постоянные затраты. Я содержу штат. Да. Если я могу взять контракт, пусть даже в убыток для себя, я как минимум компенсирую часть этих затрат, сохраняю свой коллектив. И это действительно случаи, которые реально бывают. Это система управления закупками и партнерами, потому что мечта любого снабженца большого, да, иметь длинные контракты, иметь надежных поставщиков. Понимаете, да? И поэтому, конечно, да, нужно ли короткие контракты? Иногда да. Иногда нужно, ну, поторговаться по некоторой номенклатуре. Но сейчас тенденция меняется. Вот меняется, потому что заказчикам нужны партнеры, а не поставщики. Вот на этой оптимистичной ноте мы и закончим сегодняшнюю программу. Хотя, конечно, меня убило больше всего это количество госкомпаний в стране. 400 тысяч, это, по-моему, запредельно. И, тем не менее, спасибо большое. Сергей Картаев, Сергей Габестра. Реальное время. Финам. ФМ. Финам. Финам.